Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Как приобрести и зарегистрировать дачу, оформить в собственность дом и продать гараж? В чем особенности оборота земельных участков? Об этом говорим сегодня. В нашей студии начальник отдела регистрации прав на земельные участки Росрегистра по Самарской области Ольга Шемшур. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Ольга Евгеньевна. Здравствуйте. Ну, совсем скоро наступит открытие дачного сезона и, наверное, сегодня актуальный вопрос покупки, приобретения земельных участков и дач. Скажите, пожалуйста, вот на что нужно обращать внимание при таких вот сделках? С чего начинать, чтобы потом не было мучительно больно? Ну, первое, что я хочу сказать, это все-таки надо очень внимательно подходить к тем документам, которые вам представляют. К сожалению, современный уровень копировальной техники позволяет изготовить очень искусственные подделки. Несмотря на то, что таких лиц мало, большинство правообладателей земельных участков являются добросовестными лицами, тем не менее, значит, такие случаи могут быть. На что надо обращать внимание? Ну, если вы покупаете земельный участок не у знакомых лиц, не по какой-то рекомендации своих друзей, их знакомых, вы должны посмотреть, что указано в кадастровом паспорте. И очень опасно покупать земельный участок, в кадастровом паспорте которого в графе особой отметки указано, что границы земельного участка не определены, площадь указана ориентировочно и подлежит уточнению при межевании. О чем это говорит? Что данный земельный участок зарегистрирован по дачной амнистии. На основании больших просьб многих жителей нашей страны правительство пошло навстречу просьбам населения и в законе предусмотрело регистрацию прав на землю без межевания в упрощенном порядке, по ранее выданным документам. Эти земельные участки называются так называемые ранее учтенные участки. Но если границы участка не установлены, он гвоздями к местности не прибит. То есть вам показывают документы, где в особых отметках содержатся такие сведения. Значит, вас при знакомстве с участком выводят на местность и показывают вам какой-то участок. Не факт, что это именно этот участок. Поэтому вы все-таки, если сами вы не в состоянии в этом разобраться, и у вас нет возможности обратиться к компетентному человеку, то самое простое отказаться от приобретения такого участка, если он вам даже на местности очень понравился. Либо, если вы все-таки хотите приобрести именно этот участок, вам понравилось это место, пожалуйста, повторно посетите это место и поговорите с владельцами соседних земельных участков. Расспросите, таков ли у них адрес, как в вашем кадастровом паспорте, в вашем, в том свидетельстве, которое вам показывали. Что они могут сказать? Это не обязательно должны быть соседи рядом расположенных участков. Это могут быть лица, которые через два, через три участка находятся от того, который вам предлагали к покупке. Расспросите, такой ли адрес, как в том свидетельстве, что показывали вам? Кто является собственником участка? Когда но эти лица являются собственником? Я думаю, что вся эта информация поможет сделать правильный вывод. А документально можно как-то вот такую информацию запросить и подтвердить? Вот в том же Росреестре, в кадастровой палате, еще где-то, в каких-то органах или нет? Ну, дело все в том, что вам дадут эту документацию, ведь по факту такое свидетельство может быть неподдельным, оно может быть подлинным. Просто не факт, что оно находится именно в том месте, а не в менее привлекательном месте, которое данного покупателя не устроило бы. Нет, потому что из-за желания приобрести, люди радуются возможности и не обращают внимания на какие-то моменты, которые потом окажутся. Да, это раз. Второе, этот участок может оказаться, если у него, допустим, свидетельство было на праве постоянного, бессрочного пользования, пожизненном наследуемом владении, такие свидетельства тоже безоговорочно могут переводиться в собственность в одном случае, если земля не изъята из оборота. Например, этот участок может находиться на окраине дачного массива, что очень привлекательно, потому что рядом лес, рядом река, рядом красивый пейзаж и простор. Но часть этого участка может оказаться на землях лесного фонда, а если из этого следует, что он изъят из оборота, и по факту у вас вместо шести соток, которые были прописаны в свидетельстве, после оформления окажется три, две или четыре. Вас это наверняка не устроит. Либо близость к реке, это очень приятное событие на дачном участке, это прекрасный пейзаж, но у вас участок может находиться в береговой полосе. А сколько она метров? Береговая полоса в зависимости от протяженности водотока. Для прудов, для водохранилищ она в пределах 5-10 метров, опять-таки от водоизмещения зависит. И для водотоков она зависит, ее протяженность в зависимости от протяженности самого водотока, реки, ручья, водохранилища. Перебью вас на секундочку, в последнее время появилась реклама, где рекламируют такие домики, которые буквально спускаются сваями в воду. То есть получается, что это запрещено, по большому счету? В данном случае это очень сложно, буквально не посмотрев документы, определить это невозможно. Есть там масса условий, когда, допустим, это пруд, и пруд, весь участок находится в собственности одного владельца. Тогда можно. То есть в этом случае это может быть. То есть такой вот замкнутый объект, и этот пруд не находится в собственности ни муниципального образования, ни в собственности субъекта. То есть он находится далеко в собственности того. Да, но внимание действительно нужно обращаться. Это очень серьезный вопрос. И требует изучения. Потому что вложишь деньги, купишь этот домик, который прямо на воде стоит, и потом получится. Да, конечно, может оказаться так. То есть мы выяснили, что есть удачная амнистия, и такая оборотная сторона, и нужно обращать внимание вот на такие... Но что быстро, то хорошо не всегда бывает, к сожалению. Все, что упрощается. Все-таки граница земельного участка, когда земельный участок прибит границами, это ясно. Но даже если у вас и будут точные границы, я еще раз хочу сказать, и если будет выдано свидетельство, либо регистрационной палатой, либо управлением Росреестра, так как мы сейчас называемся, это тоже не является гарантией от мошенничества. Почему? Существуют такие адреса в свидетельствах. Они вполне законны, они перекочевали из свидетельств, ранее выданных земельными комитетами. Ну, например, для Волжского района очень частый адрес. Волжский район, участок 19. Или Поляна Фрунзе, Барбошина Поляна, участок 23. Где он, этот участок, находится? Здесь всегда надо быть осторожным, потому что, я повторюсь, то место, которое вам покажут, может быть, не является фактическим местом нахождения данного участка. А фактическое местонахождение вам абсолютно не понравится, оно гораздо менее привлекательное, чем тот участок, который вам показали. Это вот тоже. Есть такое понятие оборот земельных участков. Скажите, пожалуйста, какие особенности есть вот именно у земельных участков? На что нужно тут же обращать внимание? Ну, следует отметить, что в отличие от других объектов недвижимости, земля – это живой объект. Это природный ресурс, великолепный, живой природный ресурс, который требует очень бережного охранения. И требует и человек, как субъект, который осуществляет хозяйственную деятельность на этом объекте, должен прилагать всякое, все возможные усилия, он должен отвечать за сохранение этого земельного участка, за сохранение уровня плодородия, препятствовать, использовать ее теми способами, которые препятствуют и не приводят к истощению, захламлению, засорению этого земельного участка, потери вот тех уникальных природных свойств. То есть, если дача заброшена, это уже, получается, владелец нарушает... Ну, в общем-то, он нарушает вид разрешенного использования этого земельного участка, потому что дачный участок предоставлялся для отдыха, для посадки многолетних трав, культур, цветов, плодов ягодных, кустарников и деревьев. А вместо этого там произрастают сорные травы, амброзия, там различные другие. Во-первых, эти травы и аллергены, и они засоряют соседние участки. А как эту проблему можно решить? Ведь многие соседи жалуются, очень многие жалуются, что рядом заброшенная дача, а вторые хотят ее приобрести, чтобы увеличить свой участок. Вот какой-то выход можно найти? Ну, решать здесь можно, конечно, одним путем. Всякие нарушения использования земли не по целевому назначению и не в соответствии с видом разрешенного использования, они решаются и доказываются в судебном порядке. После того, как на этот участок выезжает государственный земельный контроль, либо в суд обращается орган муниципального земельного контроля, который устанавливает факт наличия нецелевого использования земли. И после этого только в судебном порядке принимается решение, выслушивается сторона, которая ненадлежащим образом использовала земельный участок. А есть такие случаи? Таких случаев очень много. А какие предусмотрены вообще наказания, штрафы или что? Лишение земельного, изъятие земельного участка в связи с его нецелевым использованием. А сигналы откуда поступают, что вот человек неправильно использует? Ну, в основном поступают от граждан. Хотя, потому что по-другому их очень большое количество земельных участков и по идее поступают от граждан. Но могут быть и различные органы местного самоуправления. Это могут быть садовые товарищества, которые в своем составе имеют такие земельные участки. Люди не платят, в то же время произрастают сорные травы. Это могут быть, ну, в общем, любое заинтересованное лицо. В том числе и тот, кто хочет этот земельный участок приобрести. Но не факт, что он его приобретет. Да. К нам поступают первый вопрос от телезрителей. У деда есть свидетельство на землю. Выдано оно было давно, еще когда он работал на предприятии. Теперь это действительно свидетельство или нет? Нужно ли его поменять? Хороший вопрос. Действительно, значит, федеральный закон о введении в действие земельного кодекса 137 ФЗ предусмотрел, что свидетельства на землю, выданные до начала действия на территории субъекта организации по государственной регистрации прав, вот на территории города Самара и Волжского района, это дата 5 августа 98-го года, признаются юридически действительными и приравниваются к записям в Едином государственном реестре прав. То есть они равняются свидетельствам, выданным Росреестром. Но из этого вытекает сразу тот порой, вернее, вытекает то граничное условие, которое может отбраковать нормальное свидетельство, из которого возникнут права, от того свидетельства, по которому права не возникнут. Это дата выдачи свидетельства. Наличие такой даты выдачи в свидетельстве говорит о том, что права возникли. Если дата это до 5 августа, то это очень хорошо. Но, к сожалению, земельные комитеты, как на территории города Самара, на территории Волжского района и в некоторых других муниципальных образованиях, в которых дата начала действия организации по государственной регистрации прав не совпадает вот с той датой, которую я назвала. Но, тем не менее, в каждом районе, для каждого филиала Рекпалаты она была определена. И все ее знают. И суды ее знают, и органы по государственной регистрации. Так вот, свидетельства некоторыми земкомами продолжали выдаваться после начала действия органов по государственной регистрации права. На территории города Самара до 26 ноября 98-го года очень большой срок и было выдано много таких свидетельств. На территории Волжского района до конца сентября 98-го года. Но все это будет законно потом, впоследствии? Нет. И эти свидетельства как раз не порождают гражданских прав и обязанностей. Они выдавались некомпетентным лицом, лицом, которое не было уполномочено. Это для тех людей, которые вот сейчас сидят на диване, слушают нашу с вами передачу, и в общем-то они слышали, что эти свидетельства действительны, но ничто им не мешает заглянуть в свидетельство и посмотреть дату. И если это в городе Самарии в Волжском районе, они могут сразу же узнать, действительно их свидетельство или нет. Кроме того, в свидетельствах могут быть и другие пороки. Ну, например, если по закону госрегистрации документы, содержащие подчистки, исправления, дописки, написанные карандашом на государственную регистрацию не принимаются, не подлежат приему. Следовательно, эти свидетельства выдавались зачастую лицами, ну, готовились, которые отдаленно были знакомы с какими-либо законами, как они должны были выписываться. Поэтому там достаточно много ошибок и пороков они содержат. Поэтому эти пороки или ошибки в свидетельствах делятся на несколько. Вот я сейчас о них хочу сказать. Если есть ошибка в фамилии, имени, отчество, либо в адресе земельного участка, ну, например, Иванова Наталья Геннадьевна указана в качестве правообладателя, а по паспорту она Иванова Наталья и Гена Надьевна, Диевна. Где-то была пропущена буква, где-то был мягкий знак заменен на букву И. Вот такие пороки, такие ошибки в свидетельствах подлежат исправлению или, поскольку орган уже ликвидирован, который допустил эту ошибку, то люди должны обращаться в суд, но в упрощенном порядке, в порядке установления юридического факта принадлежности Ивановой Натальи Геннадьевне, свидетельства с таким-то номером от такого-то числа, выданного на имя Ивановой Натальи Геннадьевны. Вот так-то. И точно так же в адресе. Если было написано, что, допустим, Волжский район, массив Орлов-Овраг, участок 19 был, а на самом деле там появляется еще линия 23, участок 19, это тоже в упрощенном порядке. То есть это безысковое производство и вносится определение суда. Но если в свидетельстве отсутствует дата выдачи, это, как я уже сказала, невозможно установить, что свидетельство было выдано факт возникновения права, потому что невозможно увидеть временной промежуток, в который оно было выдано. Поэтому такое свидетельство прав не порождает, следовательно, надо обращаться за признанием права. Если в свидетельстве абсолютно не указан адрес, это тоже надо обращаться через суд, обращаться с заявлением о признании права. И если в свидетельстве полностью отсутствует площадь. А вот указание в свидетельстве вида права, просто вместо там права постоянного пользования, права по жизни наследия, просто не указан вид права. Это как раз законодатель все решил. Да, главное, упрощенный порядок. Нужно знать не с исками и так далее, а вот в таком режиме. Следующий вопрос. имеет ли право гражданин, который не принадлежит Российской Федерации оформить земельный участок на себя. Негражданин Российской Федерации имеет право оформить данный земельный участок не на себя. На себя. Если только этот земельный участок не относится к землям сельскохозяйственного на значение и в соответствии с этим его основное разрешенное использование для сельскохозяйственного производства. Вот это вот запрещено категорически. Граждане иных государств не имеют права на оформление таких участков. И даже если они их наследуют, у нас очень много граждан Казахстана, Украины, Белоруссии наследуют такие земельные участки, семьи как бы проживают там, родители здесь, дети там, тем не менее, в установленный законом срок они обязаны переоформить, а органы местного самоуправления, на территории которых находятся эти земельные участки, они должны их выкупить. А садовые участки, дачные участки, они могут быть оформлены гражданами иностранных государств. Следующий вопрос. Дачный участок оформлен в Красноярском районе в 2005 году. Теперь этот участок относится к Красноглинскому. Нужно ли менять в этом случае свидетельство, Наталья? Ну, свидетельство можно не менять, если только вам вы не собираетесь отчуждать этот участок. Потому что для отчуждения, для того, чтобы вы могли создать и показать потенциальным покупателям привлекательность этого участка, там все-таки должны быть отражены фактические данные. А для того, чтобы пользоваться, менять не обязательно. Но, если вы хотите это отразить, то вам надо обратиться в администрацию Красноглинского района, которая четко проверит, перешел, вошел ли данный земельный участок в границы городского округа Самара, подготовит вам постановление о присвоении адреса. И после этого уже обращаетесь в кадастровую палату за внесением изменений в адрес участка. И потом за регистрацией. За получением, не за регистрацией права на этот земельный участок, а просто за получением свидетельства. Потому что участок у вас уже зарегистрирован. Мне было выдано свидетельство земельным комитетом. Подтверждает ли оно, что я собственник? Или мне надо заново регистрировать земельный участок? Да, вам надо заново регистрировать. Потому что, я еще раз говорю, эти свидетельства признаются юридически действительными, но вы можете с ним жить сколько угодно долго. Пока закон не знает ограничения на регистрацию прав, и в том числе и подачной амнистии. Если только данные свидетельства не содержат вот тех пороков, тех ошибок, о которых я сказала уже. Не обязательно. Но если только вы захотите продать, то любому отчуждению, продать, подарить, обменять этот земельный участок, любому отчуждению должна предшествовать государственной регистрации права. Как я могу оформить дачу? Я уже ей пользовалась 12 лет по генеральной доверенности, но хозяйка умерла, о родственниках ее я ничего не знаю. И с ними контакт установить не могу. Любовь Михайловна? Никак. Никак. К сожалению. Живем в доме? Только через суд. Если у нее есть какие-то свидетели, неопровержимые доказательства, расписка в получении денег, денежные средства должны быть обязательно были получены по расписке. Только это является доказательством для суда. Но если она не факт, что у предыдущей хозяйки тоже были оформлены права, а продать даже по генеральной доверенности можно только то, на что были оформлены и зарегистрированы права. Понятно. Хочу продать гараж. Как это лучше сделать? Могу ли я отдельно продать гараж, а отдельно землю, на котором он стоит? Нет. Отдельно продать гараж от земли, в том случае, если права на землю зарегистрированы, нельзя. Почему? Потому что вступает в силу один из основных принципов земельного кодекса. Это, опять-таки, то ограничивающее условие, что земельный участок можно использовать только так, как прописано в законе, а именно принцип единства судьбы земельного участка и здания и строения сооружений, расположенного на нем. Вы можете это сделать двумя договорами, заявитель может это сделать двумя договорами, но подать на регистрацию он должен эти договоры одновременно. И отчуждение может пройти только одновременно. Понятно. Могу ли я подарить дом дочери, а земельный участок, на котором он стоит, сыну, вот это вот аналогично. Да, не похоже. Причем я бы обратила внимание, очень часто вот как бы с отдельно стоящим гаражом на земельном участке вопросов возникает меньше. Но у нас гораздо больше гаражей, которые находятся в многоэтажных гаражах. И в таких случаях земельный участок, он является неделимым, и он, как правило, зарегистрирован в размере доли вправе за каждым. А вот гараж, либо бокс гаражный, он находится в собственности. Так вот я хочу сказать, что помещение, в данном случае вот этот гаражный бокс, также не может быть отчуждено, продано, подарено, обменено без той доли вправе на земельный участок, который зарегистрировано за собственником этого бокса. Только вместе. Понятно. Следующий вопрос от Татьяны. Купили земельный участок у собственника со свидетельством. Через несколько лет выясняется, что участок его находится на территории лесного фонда. Могут ли у меня теперь отнять этот участок? Да. Он у вас, у границ. Это вот тот вопрос, о котором я сказала в самом начале. О тех опасениях, неловких ситуациях, в которые может попасть покупатель потенциальный. Дело все в том, что земли лесного фонда находятся исключительно в собственности Российской Федерации. Они не могут находиться в частной собственности. То есть только аренда может быть? Может быть только аренда. Да. Либо безвозмездное срочное пользование. Но это уже по усмотрению Министерства природы. Живем в доме. Земельный участок был предоставлен по договору. Как мы можем его зарегистрировать теперь? Есть ли какие-то варианты? Есть варианты. Значит, здесь вариантов несколько. Все будет зависеть от того, какой у вас был договор. Ну, не у вас, а у заявителя, который к нам обратился. Зритель нашей телепередачи. Возможно, два варианта. Первый – это, значит, в дачной амнистии. Впервые такая норма появилась в наших, в нашем земельном, не в нашем земельном кодексе, а в федеральном законодательстве, когда права собственника здания могут быть зарегистрированы на основании документа о правах на землю любого прежнего правообладателя земельного участка, на котором располагалось это здание. Это как раз было прописано в законе о дачной амнистии. И вот это вот одно из таких серьезных очень упрощений. Ну, например, самый ранний договор я видела 1928 года. Вот в советское время под застройку предоставлялись договоры, по договорам о предоставлении в постоянное и бессрочное пользование под застройку предоставлялись земельные участки для возведения частных жилых домов. И если сейчас, после этого земельные участки вместе с домами, земельные участки находились на праве постоянного бессрочного пользования, потому что частной собственности не было, вся земля была в собственности государства, а дома отчуждались, дарились, продавались, часть дома продавалась, дом переходил из частной собственности в долевую собственность. И вот если к нам сейчас обратится любой из собственников, либо половинки этого дома, либо всего дома, то на основании первого документа, первого договора о предоставлении земельного участка под застройку, под строительство дома, он у него без обращения в органы местного самоуправления, мы ему сможем зарегистрировать право собственности. Но с рядом особенностей, о них как бы я хотела сказать. Первое. Если в настоящий момент дом находится в долевой собственности, то обращаться должны одновременно все участники долевой собственности. Это однозначно, другого быть не может. Если часть дома, под частью дома земельный участок уже предоставлен каким-то собственникам этого дома, то есть они выделили свою часть дома в натуре, обратились, допустим, либо в мэрию города Самара, либо в Министерство имущественных отношений, и им уже половина участка была предоставлена, или там какая-то часть его пропорциональной площади их дома, то в настоящий момент оставшиеся участники долевой собственности должны обращаться уже не на весь земельный участок, который был указан в этом договоре, а только на ту часть его, которая пропорциональна площади, занимаемой ими в доме. И получать уже кадастровый паспорт на эту площадь. И еще я хочу сказать здесь очень важный один момент, что для всех этих лиц обязательно наличие зарегистрированных прав на дом не обязательно в рекопалате достаточно, и по старому порядку в БТИ эти права должны быть зарегистрированы, но нам представят документ со штампом БТИ, и обязательно на государственной регистрации должен быть представлен оригинал этого договора. Либо, если эти лица являются наследниками первого лица, которому земельный участок предоставлялся, то возможно замена оригинала на дубликат, но дубликат выдается только наследникам. Собственно говоря, в закон о дачной амнистии эта мера для наследников и была обведена. Вот это особенности. И второе, то, что по договору, как они говорят, договор может быть совсем иным. Это раньше была общепринятая форма написания договора. Все частные дома отчуждались по нотариальным договорам. И там писал, что продается дом, расположенный на земельном участке меру. Вот по такому договору собственность на землю возникнуть не может. Понятно. Хочу четко обозначить границы своего земельного участка. Свидетельство у меня уже есть, но в нем указана площадь меньше той, которая на самом деле. Это выяснилось недавно, после того, как кадастровый инженер нам замерил участок. Могу ли я теперь внести свидетельство в свидетельство уточнения по площади? Ну, нужно знать в деталях. Здесь тоже существует два варианта ответа. Значит, если вот площадь, если государственная регистрация права на этот участок проводилась после введения в действие закона о дачной амнистии, вообще после введения в действие, как бы, ну, после 2002 года, я даже так вот скажу, то в этих случаях земельный участок был зарегистрирован уже с границами. И в 98-м, в 99-м, в 2000-м и в 2001-м году такие участки регистрировались только с границами. Поэтому, если только этот участок не был зарегистрирован в упрощенных границах, то уточнять площадь нельзя, потому что эти границы участка уже были. В таких случаях, а вот если земельный участок был зарегистрирован по упрощенке, как я говорила, то тогда уточнить площадь этого земельного участка можно. Спасибо огромное за то, что пришли, такую важную, нужную информацию сообщили, ответили на вопросы телезрителей. Спасибо и вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин